В этом году в проекте приняли участие почти 180 юных талантов. Это дети с ограниченными возможностями по здоровью. До финала дошли 26. Среди них и вокалисты, и чтецы, и музыканты. По традиции в финале конкурса «Хрустальный петушок» принимают участие и знаменитые артисты. По мнению авторов проекта, такой тандем придает участникам больше уверенности и помогает дальше идти по жизни с высоко поднятой головой. Каждый номер конкурса режиссеры постарались превратить в историю одной большой сказки с известными всем детям персонажами. Подарки от общественной организации «Лига женщин. Мост добра» финалистам раздавал Дед Мороз. То тепло, которое дарят именно эти дети, и тот труд, который они проводят со своими преподавателями, с домашними, с своего дома, с семьей бабушки, мамы, папы. Это, знаете, просто люди должны это ощутить. А эти дети дарят тепло. По словам авторов конкурса «Хрустальный петушок», победители финала, возможно, станут участниками международного творческого проекта, который пройдет в Сочи в следующем году. Речь идет о всемирных хоровых играх. Сейчас этот вопрос прорабатывается в «Лиге женщин. Мост добра». Решение в общественной организации планируют принять в начале следующего года. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».